Уже год как у бизнесменов Алтайского края есть возможность получить дополнительное образование в так называемой консерватории в области управления и бизнеса. Именно такое сравнение считает правильным президент Российской Ассоциации Бизнес-Образования проректор Ранхикс Сергей Мисоедов, один из основоположников бизнес-образования в России. Год назад мы говорили с ним о начале реализации совместного проекта с местным филиалом президентской академии. Сегодня Сергей Павлович вновь наш гость и мы подведем первые итоги реализации проекта, а также поговорим о перспективных сферах бизнеса на сегодняшний день в России. И что в современных условиях требуется, чтобы стать серьезным предпринимателем. Здравствуйте, Сергей Павлович. Рад вас видеть. Спасибо. Мне очень понравилось сравнение вашей бизнес-школы. Существует она, напомню, с 1997 года, не ошибаюсь? С 88-го, с вашего разрешения. С 88-го. Так вы сравнили ее с консерваторией в нашем прошлом интервью. Как можете оценить музыкантов, которые пришли на обучение здесь у нас в Алтайском крае? Вы говорили, что это должны быть уже состоявшиеся предприниматели, а не новички. Абсолютно. И расскажите немного о первых итогах реализации проекта МБИ совместно с президентской академией. Спасибо. Если можно, я все-таки начну с аллюзии, с консерваторией. Часто спрашивают у нас. Очень много трэшевых так называемых МБИ, которые не МБИ, которые называются МБИ, которые подаются по 30 тысяч, по 40 тысяч, в онлайне, короткие и так далее. Это естественно не МБИ. Это не консерватория. Это курсы кройки и шитья, если хотите. Это ликбез образовательный. Это вредно? Нет. Это тоже полезно. Каждому свое. Для тех, кто начинает, самые основы. А вот когда вы уже сложились как музыкант, вы уже вышли на рынок и доказали состоятельность, а по статистике только 7% населения планеты, и это относится к нашей стране, в состоянии быть предпринимателями и бизнесменами. То есть в состоянии находить сферу деятельности, за которую люди с готовностью платят. Делать прибыль. Прибыль не цель. Цель клиенты. Прибыль механизм для развития бизнеса. Консерватория. Очень хороший, емкий термин. Если вы сложившийся музыкант, вам нужно отшлифовать ваше мастерство. Выйти на уровень мировых стандартов. Они должны, среди прочего, отладить скиллы или свои умения работать в команде. Быть членами команды и лидерами. Легко менять эти сферы. Потому что после консерватории вы можете стать гениальным виртуозом-скрипачом. Но если вас пригласили в симфонический оркестр, вы будете играть ту партию, которая нужна согласно симфонии. Где все распределены и играют на одно большое и общее. Если вы выходите как солист, вы играете свою партию, свою любимую музыку. Вот программа «Имбей» обеспечивает и то, и другое. Ибо нужно учиться быть лидером, и нужно учиться играть в команде. И те люди, которые к нам пришли, к слову сказать, здесь в Алтае, они пришли с очень развитыми способностями и в том, и в другом направлении. Сейчас перед нами большущий вызов. Как это отшлифовать, чтобы ребята в взрывном порядке ушли вверх. Чтобы вот это было как прорывные технологии. Чтобы наш бизнес зазвучал, и его роль в стране и в мире выросла. А вот основные итоги все-таки. Что к основным итогам взаимодействия вашего в этой программе вместе с президентской академией? Что бы вы отнесли к основным итогам? Первым, скажем так. Я не смогу выделить первое, второе, третье. Я могу сказать, что мы тоже сыграли командой. Потому что программу делают пополам. Центральный кампус президентской академии и Институт бизнеса и делового администрирования, который позиционирует себя как школа номер один в стране. И команда алтайского филиала. 50 на 50. Преподаватели работают в команде. Они знакомятся, они договариваются, как сделать, чтобы знания и навыки, которые они привносят, они не сталкивались, а перетекали одни в другие. Это нам удалось. Второе. Самое сложное на нашем сленге, это называется поднять программу в воздух. Самое сложное – это сделать первый набор. Если вы знаете, в силу ряда причин, и это на самом деле не очень хороший индикатор, степень недоверия друг к другу в российском обществе крайне высока. Одна из самых высоких, во всяком случае, на европейской части всего континента. Опять, причин много. Люди, когда идут на программу, в условиях, когда очень много плохих программ предлагается, очень много инфциганства и так далее, они не верят обещаниям. Они хотят сами пощупать. И самый лучший набор – это набор через сарафанное радио. А сарафанное радио начинает работать после того, как первые решились. И вот наши алтайские друзья через кредит доверия к вашему филиалу, к их работе здесь, они хорошо работают, через кредит доверия к Большой президентской академии, к тому, что они слышали о тех, кто там учился, они подняли программу в воздух. А сейчас они сделали уже второй набор. И мне показалось, по тому, как говорил профессор Панарин, это потрясающий, феерический человек, это человек, я не знаю, человек, оркестр, который сам может очень-очень многое. Со слов Панарина, что сарафанное радио уже пошло. Сработало. Конечно, из уст в уста. Вот это то, во что верит бизнес. И вот это самое важное достижение с моей точки зрения. Поняла. Продолжим немножечко. Мы много говорили в прошлом интервью с вами о том, как создавалась ваша школа и как она адаптировалась периодически к разным условиям, в которых жила наша страна. За последнее время, как изменилось бизнес-образование в России? Ну, оно явно изменилось. Ну, оно не могло не измениться. Конечно, вне всякого сомнения. Сложно, Татьяна, говорить о бизнес-образовании вообще, как и вообще об образовании. Поэтому давайте говорить о ниши, связанной с программами МБИ. Давайте. Если мы с вами пойдем в короткие тренинги, там что-то... Это тоже очень полезно. Мы говорим, что мы дальнобойщики. Как изменилось бизнес-образование в МБИ? Да, образование на уровне программ МБИ и экзекьютив МБИ. Первое. В эти программы очень активно входят прорывные технологии. Вот я продолжаю. Цифровый искусственный интеллект, нейронауки, уже пропала эйфория, и тем не менее, блокчейн, большие данные. Это же вот все за последние 5-6 лет. И наша задача сейчас всех бизнес-школ на программах МБИ дать людям инструментальность этих новых возможностей. Что значит инструментальность? Я не знаю, как программируется компьютер. Я юзер, я пользователь. Я не знаю, как создавалось PowerPoint, Excel, XS, Word и так далее. Я просто ими пользуюсь. Кто-то это сделал за меня, а мне это дает очень много для того, чтобы поднять производительность труда и так далее. Вот мы должны то же самое сделать с искусственным интеллектом, то же самое сделать с нейросайенсом, чтобы бизнес знал. Я могу вот это, вот это и вот это у меня внедрить. И мне не надо уходить в науку. Я знаю инструментальность этого. И тогда у нас будет бурное развитие. У вас было очень много международных связей, да? Конечно. В том числе и с Америкой, и с европейскими какими-то бизнесменами, бизнес-школами. Сейчас вот в современных условиях вы как будете поддерживать наработанные международные связи или что-то оборвали? А не мы обрывали, у меня было в моем институте или в моей бизнес-школе 27 программ, два диплома, когда люди учились по первому высшему. Часть времени там, часть здесь, получали диплом зарубежный и наш. У меня были двойные дипломы на уровне MBA Executive, MBA из Бельгии и Франции. А когда начались нынешние события, практически все наши партнеры позвонили и по-хорошему, по-человечески сказали, Сергей, ты извини, давай мы пока все заморозим, все остановим. Нам позвонили из Брюсселя в университет и сказали все остановить. Мы не можем. Да, давайте вот в лоб. А их уволят, если они не сделают так, как им сказал Политбамон. Это к вопросу о том, что есть у нас демократия, у них есть демократия. Вот то, что происходит сейчас в мире, нездорово. И то, что происходит сейчас в Европе и Америке, очень плохо. Исчезли связи, но появились связи с Китаем, с Индией, двумя крупнейшими странами. Появились страны с Юго-Восточной Азии. Мы сейчас выстраиваем мост с ассоциацией южных бизнес-школ или бизнес-школ. Коллективного Юга. Это подбрюшье Азии. Мы щупаем контакты с Латинской Америкой. У нас выстраивается очень хороший диалог, например, с крупнейшей страной. Хотя они сами себя говорят. Мы не латиноамериканцы. Мы страна цивилизации. Я имею в виду Бразилия. Россия, на всякий случай, тоже страна цивилизации с точки зрения науки. Вот мы переходим на новых партнеров. Заменяет это или не заменяет? Я думаю, что заменяет. Например, у нас был российско-французский бакалавриат по первому высшему образованию. У нас сейчас есть российско-марокканский бакалавриат. Это тот же французский язык. Да, наверное, посмотреть на Эфелеву башню чуточку интереснее, чем пожить в Касабланке. Наверное. Хотя это тоже... Тут спорное для многих. Но зато через Марокко вы выходите на все франкофонные страны Севера Африки намного легче, чем вы выходили раньше с высоты Эфелевой башни. То есть, как и везде, есть плюсы и минусы. И сейчас быстро налаживаются новые связи. И через полторы недели я поеду в Китай. На крупнейшую китайскую конференцию по бизнес-образованию, где, между прочим, будет весь коллективный Запад. Спасибо нашим китайским друзьям. Мы токсичны частично. Так же, как коллективный Запад токсичен для нас. Китай заставляет коллективный Запад слышать то, что думает российское бизнес-образование. Это очень здорово. Собственно, об этом мы уже говорили и в прошлый раз, и в этот раз, что в современных условиях у российских предпринимателей появились новые шансы. Многие воспользовались этими шансами. Можно ли сказать, когда вы говорили об этом, что есть освободившиеся ниши, активно ли начали наши российские предприниматели эти ниши заполнять и занимать? Первая интересная вещь я вам скажу, которую я услышал от своих прежних европейских партнеров. Сергей, когда говорят, что все европейские компании ушли из России, это неправда. Ушло меньше трети. Остальные создали новые бренды, зарегистрировали новые компании в нейтральных странах и продолжают через них работать в России. Пока часть ушла, все ниши уже за великий Китай. Вот это то, что происходит. Давайте мы с вами посмотрим по-другому. Продуктовый рынок. Мы чувствуем, что у нас стало хуже? Думаю, нет. Мы крупнейший экспортер. Наоборот, шанс у российского бизнеса занять территорию своей страны и пойти на плеча за рубеж. А по одежде и обуви мы с вами чувствуем, что мы не можем что-то купить? А сейчас мы идем в машиностроение и возможности бизнеса. Какие сферы бизнеса, потому что вы уже начали об этом машиностроение, по-вашему, наиболее перспективны в стране в ближайшее время? Все. Я еще хочу немножечко о нашем алтайском филиале. Алтайский филиал Ранхикс, он является членом Российской ассоциации бизнес-образования. Какие перспективы открывает участие в подобной организации для слушателей бизнес-программ? То, что ребята из Алтая вошли в бизнес-образование, подняли хорошую программу вверх, то, что пошло хорошее сарафанное радио, то, что к ним идут настоящие бизнесмены, то, что эти бизнесмены во время встречи мне уже сказали, мы поглядываем на рынок Казахстана, я сказал коллеге, и по бизнес-образованию тоже. Мы партнеры, это дружесственный Казахстан, но это не значит, что российские капиталы, российские знания не могут войти через Алтай на территорию Казахстана. И мне кажется, что это очень интересный вариант развивать сотрудничество и вообще посмотреть, какие еще есть возможности. В общем, возможностей достаточно, даже много их. И Алтай быстро их изучает. Я думаю, что РАБО очень коллегам из Алтая в этом поможет. И мы надеемся, что они поделятся с нами тоже многими интересными секретами, связанными с успехом бизнеса. У вас здесь хорошими секретами. Это в свете вот нашего нынешнего введения современного менеджмента, это обмен лучшими практиками. Не лобовая конкуренция, когда все ругаются, не пойми зачем, рынок огромен. А когда мы рассказываем, что умеем делать мы, они рассказывают, что умеем делать они. Ну и, как вам сказать, делай вместе, делай как мы, делай лучше нас. Спасибо большое, Сергей Павлович, за такую достаточно интересную беседу. А я напомню, что сегодня нашим гостем был президент Российской ассоциации бизнес-образования, проекта «Ранхик» Сергей Мисоедов.